Новые геополитические реалии в мире активизировали альтернативные модели экономического сотрудничества между странами региона. Участники Организации тюркских государств, принимая во внимание возможности географического расположения и потенциала роста, после политического сближения серьезными темпами стремятся к экономической консолидации. На данный момент уже существует ряд удачных примеров экономического взаимодействия между членами ОТГ. Так, Казахстан впервые начал экспортировать свою нефть посредством трубопровода Бакут-Билиси-Джейхан. Обсуждается вопрос поставок туркменского газа через Азербайджан. Активизировалось также сотрудничество между Азербайджаном, Узбекистаном и Кыргызстаном в сфере грузоперевозок. Целью же Организации на сегодняшний день является полное задействование всех отраслей в экономических связях в рамках Организации. В качестве новых инструментов усиления экономических и торговых связей между нашими странами в рамках сегодняшней встречи мы договорились о подписании соглашения о цифровом экономическом партнерстве и создании особой экономической зоны Турансес. Учитывая, что 21 век – это век торговли услугами, а также рост инвестиций, мы работаем над соглашением о свободной торговле в этих областях. Организация Тюркских государств каждым годом приобретает всё более институциональный характер. Причём интерес к сотрудничеству в рамках Организации растёт не только у стран-участниц, но и других игроков региона. Выгодное географическое расположение Тюркского союза делает организацию намного более привлекательным актером – не только политическим, но и экономическим. Азербайджан и Турция сегодня являются инициаторами и локомотивами в реализации проектов в рамках Организации Тюркских государств. С другой стороны, мы видим, что в рамках этого объединения в целом на первом плане уже не только лидеры, дипломаты и политика, но и вопросы безопасности и экономики. Считаю, что мы скоро будем говорить не о китайском, а о тюркском шёлковом пути. Но ключом к успеху в этом направлении является открытие Зангизурского коридора. Нам необходимо увеличить объёмы торговли, обоюдных инвестиций. Конечно, есть проблемы с логистикой, которые должны будут решиться с открытием Зангизурского коридора. Энергетика является одной из основных отраслей сотрудничества между странами Организации Тюркских государств. Раньше большая часть газопроводов в Европу проходила через территорию России. Но сегодня складывается иная картина, и энергоузлы переправляются в сторону тюркских стран. Это, помимо прочего, важно ещё с точки зрения стратегического влияния наших государств. По словам экспертов, странным участницам Организации необходимо больше усилий для ускорения процесса создания экономического объединения. Безусловно, гарантией успеха в достижении всех заявленных целей является обоюдное доверие и обеспечение безопасности стран ОТГ. Официальные гости в рамках Стамбульского экономического форума уверены – оба условия сегодня уже являются реальностью. Равно, как и растущее значение Организации Тюркских государств. Организации Тюркских государств.